Дорогие друзья, здравствуйте! 18 июня у нас на календаре, жаркое лето 2020-го, жаркое во всех смыслах, портал Prean.ru и главный редактор его Филипп Березин, то есть я, начинаем очередной вебинар. На этот раз он будет необычный, даже не потому, что мы будем говорить о довольно удаленном от нас регионе, в конце концов, о Юго-Восточной Азии, мы последнее, мы говорим часто и заслуженно, мы немножечко меняем сейчас формат, то есть мы будем говорить не только о недвижимости, сколько будем говорить о жизни. Не секрет, что переезд за границу для многих сейчас является важной целью, и, собственно, Юго-Восточная Азия, это направление, не сказать, что там номер один, но оно популярно, и популярно совершенно по-особенному. Отчасти потому, что это далеко, отчасти потому, что переезд туда, это не совсем очевидная задача, как ее решать. Наконец, есть еще одна история, связанная с тем, что жить на другом конце света тоже, может быть, не совсем так просто, как, условно, и Болгарии, или в Испании. И сегодня мы с нашими экспертами обсудим, как же это, жить в Таиланде, в частности, на Пхукете, сложно это, просто это, сколько это стоит, на каких основаниях ты можешь постоянно находиться на этом замечательном тайском острове. И я с удовольствием представляю своих очаровательных собеседниц. Это Александр Чиркин, основатель компании «Вилла Карта» и руководитель отдела продаж компании «Лаян Грин Парк». Александра, здравствуйте. Всем здравствуйте. И это Елена Кондратьева, владелец Smart Gallery Пхукеты, генеральный директор агентства недвижимости «Эйша Тим». Елена, здрасте. Здравствуйте. Ну что ж, пока к нам присоединяется еще публика, которая немножечко задерживается и которую мы с удовольствием приветствуем, несколько, давайте, таких общих слов. Александра, как давно ты живешь на Пхукете? Семь лет уже. Семь лет. Самое сложное, что было в твоей жизни, в твоей адаптации на острове? В адаптации на острове? Честно, мне не было сложно адаптироваться на острове. Меня хорошо слышно. Да, да, слышно хорошо. Да, мне не было сложно, у меня все как-то хорошо складывалось, я быстро нашла работу, я просто всегда находила жилье для себя, и визовый вопрос мне не был сложный. То есть у меня каких-то челленджей прям таких, наверное, и не было, ну, за исключением там каких-то бизнес-челленджей, там, когда мы начали работать, и были какие-то первые сложности, да. Ну, вот, наверное, вот эти в основном были задачи сложные. А так, в целом, в плане адаптации, ну, все, мне, похоже, подходит это место. На каком языке ты сейчас общаешься в основном? Какой язык используешь в общении и в жизни? Русский. Ну, русский. Ну, то есть английский по минимуму, тайский вообще не используешь? Я по-тайски могу несколькими словами перекинуться с нашей няней. Английский язык использую по работе, когда мы общаемся с владельцами недвижимости, с застройщиками, и вот сейчас уже и с клиентами. Ну, а русский язык, он все равно основной и в семье, и в работе тоже, потому что команда, она преимущественно русская. Хорошо. Русский, а когда ты по магазинам ходишь, ты на каком языке общаешься? Ну, понятно, да, спасибо, что ты напомнил, что есть еще магазины и кафешки. Да, конечно, то есть магазины, кафе, что-то заказать, купить шторы, там, ну, и все такие вещи, конечно, на английском. В самом деле, ты там быстро привыкаешь, и ты замечаешь, как переключается в голове один язык на другом. Окей, Лен, тот же самый вопрос. Во-первых, как давно вы живете в Таиланде? на Пхукете? Слышите меня? Лен, слышите меня или не очень хорошо слышите? Да, да, какая-то связь немножечко тут прерывалась. Да, еще раз можно вопрос. Как давно вы живете на Пхукете? Я живу на Пхукете больше шести лет уже, это шесть с половиной. Были ли какие-нибудь трудности у вас в вашей адаптации? Какую трудность вы бы назвали для себя основной? Я переехала случайно. У меня это просто стечение обстоятельств. Я поехала отдыхать с двумя маленькими детьми. Поехала в гости к друзьям, которые переехали. Дело было уже под лето. И я понимаю, что, вернувшись в Москву, мне нужно снять дачу. И я просто приняла решение снять ее здесь. Потому что стоимость примерно такая же, как дача в Москве. А здесь я получаю еще бассейн. И погода, честно говоря, оказалась лучше. Хотя я боялась. Сезон дождей. Миф развеялся. Потому что сезон дождей – это не страшно совершенно. Язык, питание, транспорт. Есть ли вот такие базовые какие-то проблемы, которые для вас стали, если не проблемами, то, может быть, не идеальными сюрпризами? С транспортом мне пришлось решить через неделю вопрос. Мне пришлось сесть за руль, потому что такси было очень дорого. И я поняла, что даже изначально планировала на полтора месяца мне этих, ну, моих средств просто не хватит. На такси туда-обратно каждый раз, два раза в день, условно, на море вечером покушать в ресторан. Не хватит. Поэтому я сняла автомобиль. Мне прям сосед дал урок буквально за 15 минут. Ну, это проехал в район. Он говорит, все, ты можешь. За два дня я адаптировалась к правосторонним движениям. Вот. И, собственно, все. Поехала. Трудностей с языком у меня особо не было. Ну, английский у меня какой-то базовый был, хотя я плохо понимала и по много раз переспрашивалась. Вот. Но, тем не менее, с этим проблем тоже не особо у меня было. То есть меня понимали, тайцы общаются там у нас в каких-то основных словах, которые все, я думаю, что большинство как-то знают. И, там, не знаю, достаточно выучить основные. Вот, чтобы это было. Большое русское сообщество. Сразу я познакомилась. Ну, помимо своих друзей они меня познакомили с кем-то, с кем-то, с кем-то. И все, у меня как-то... Ну, обзавелась знакомая, стало неслучно, нашла там мамочек с детьми, стали ездить вместе на пляж. Окей, хорошо. Значит, ну, считаем, что такое вводное знакомство небольшое состоялось. Мы поняли, что наши дамы на Пхукете и в Таиланде, в общем, не новички. И давайте теперь говорить о том, что же, собственно, на Пхукете нас привлекает. Итак, один из пунктов, который так или иначе может быть интересен на Пхукете, это пункт, связанный с обучением в международных школах и вообще с переездом детей. В некоторых случаях обучение в международных школах является поводом для переезда, а в некоторых случаях обучение детей в международных школах – это как бы неизбежное следствие того, что вы просто переехали и живете там постоянно. Саша, давай тогда начнем немножко о твоем семейном положении, о детях и где они, как они обучаются. У меня дети маленькие год и два месяца и три с половиной. Вот тот, что старше 3,5 года, он сейчас входит в школу BCIS, это международная школа, но надо понимать, что он не в школу ходит, он как бы в садик в этой школе. То есть здесь международная школа организует детские садики, ну, куда можно деток отдавать там с, по-моему, 18 месяцев. Ну, то есть вот это полтора года, получается, они уже принимают. Ну, то есть мой приезд на Пукет, он не был связан с детьми, то есть это скорее как бы, ну, неизбежность, да. А вот я знаю, что люди, наши сотрудники, они переехали из Гонконга, причем переехали именно с целью оттать своих детей в школу на Пукете. Это Каджанхет Скул, не помню, я неправильно немножко произношу, но вот там в презентации в нашей есть школы. Я вот у нее как раз сегодня накануне вебинара спрашивала, говорю, Ань, как тебе вообще обучение? Она очень хорошая дает обратную связь, то есть то, что они хотели получить от международной школы, переезжая из Гонконга на Пукет, они получили. И они очень рады, ну, даже в плане финансовом для них это более выгодно, и уровень образования лучше, и уровень, не уровень жизни, а, ну, как бы, обстоятельства жизненные для них комфортнее здесь, чем вот, например, в Гонконге. Ну, здесь я могу понять, да, потому что Гонконг, он очень дорогой. Если, например, сравнивать образование в России с международной школой на Пукете, то, конечно, на Пукете будет намного дороже. Дороже. На Пукете будет намного дороже. Мы видим, начали поступать вопросы, мы обязательно на них ответим, и сегодня, и в рамках нашего материала, который мы опубликуем через несколько дней после него. А, Александра, вот когда ты выбирала школу, то есть было понятно, что там, ну, ребенку как-то дома сидеть неинтересно. Можно же взять няню, и чтобы он сидел дома, тем более, что, ну, 3,5 года еще не такой возраст. Ну, окей, а как, вот, все-таки, выбор из чего? О, и ты пришла, посмотрела, или какие-то отзывы почитала, или просто уже кто-то посоветовал, что надо идти сюда, и другие варианты ты даже не рассматривала? Вообще, эта школа новая, она открылась, по-моему, 3 года назад, и когда еще у нас не было детей, мы проезжали мимо этой школы, ну, точнее, получается, значит, 4 года, потому что она строилась, короче, когда, ну, либо только родился старший сын, либо вот его еще и даже не было. И мы вот проезжали мимо нее и говорили, о, вот здесь вот мы хотим, чтобы, типа, наш ребенок учился. То есть, и, конечно, когда они ее достроили, мы отправили сюда ребенка. То есть у нас вообще в жизни так многое складывается, ну, что, ну, оно как-то само приходит. Но я знаю, что многие очень серьезно относятся к выбору школы, изучают, анализируют и так далее. Ну, и, собственно, куча есть групп в Фейсбуке, где можно обсудить эти нюансы, моменты. И вот Лена уже упоминала про русскоязычное сообщество здесь на Покете. Ну, это как бы действительно довольно большая выборка людей, да, с разными запросами и приоритетами, которые точно могут подсказать, там, сориентировать, где хорошо, где плохо, по каким критериям. В этом смысле здесь, конечно, ну, даешь один вопрос в группе, получаешь такую аналитику серьезную. А скажи, ну, вот в двух словах просто буквально, что это за школа? Ты говоришь, новое современное здание, какие там, чему учат, как учат, насколько большие группы и так далее? В общем, школа, сама школа обучает по программе, по Кембриджской программе, прошу прощения. У них две программы, французская и английская, и, ну, соответственно, детки там либо по французской идут, либо по английской, и тогда преподавание полностью либо на одном, либо на другом языке. Но детского садика это не касается, то есть я на самом деле про школу мало что могу сказать на своем опыте, потому что все-таки детский сад – это не школа, это именно садик. Но обучение идет на английском языке полностью, у них нет никакой какой-то вот конкретной программы, да, то есть есть учителя, которые сами разрабатывают программу и участвуют активно в подготовке материалов, там, игр, активитес каких-то и так далее, и, ну, все это делают для деток. То есть она классная тем, что она новая, там все оборудование новое, там много помещений, там хороший преподаватель, нянечки там или преподаватель. То есть у нас на группу из 15 детей один учитель-преподаватель и там, по-моему, 4 или 5 нянечек, которые, ну, за детьми смотрят и так далее. Вот, ну, что еще, если интересно, задай вопрос. Окей, хорошо. Ну, господа, если какие-то есть вопросы по обучению, тем более, и по образованию, связанные с маленькими детьми, пожалуйста, задавайте в чате. Марина, ваши вопросы видим, обязательно на них ответим. Лен, ну, а как ваш опыт, тем более у вас дети постарше, насколько я понимаю, где учатся они, как это происходит, как вы выбирали место, где они будут учиться, и насколько вы этой историей довольны? Ну, мои дети тоже по кембриджской программе учатся в другой школе, International School of Phuket. Пошли туда сразу, собственно, как я приняла решение остаться, да, точнее, даже я еще не была, наверное, на 100% уверена, что я не еду на зиму в Москву. Вот. Но в начале августа мы пошли в International School of Phuket, и, ну, детям было на тот момент полтора года и четыре, поэтому у меня, ну, вопрос стоял в садике тоже, и, соответственно, мы пришли, просто в ближайшую школу, которая рядом была, знакомые, соседи посоветовали, они туда ходили, и, собственно, как бы нам понравилось, потому что дети зашли, и они не хотели от меня выходить. У меня там, ну, первая, конечно, там, младшая заплакала, когда я выходила, второй раз она с утра захныкала и пошла сама. Поэтому это, ну, меня настолько тронуло, что, ну, у учителя, у нас работала Анна, когда, сейчас она в ICIS, кстати. Это наш, ну, да, Анна, которая сейчас у нас преподает. Столковская, да. Вот. И, ну, собственно, она, конечно, ну, прям с малышами супер. Да. Сколько стоит обучение? Как, меркантильный вопрос, сколько стоит обучение в такой школе и за что вы, собственно, платите? Ну, каждый год, да, то есть более старшие дети, каждый год программа другая, соответственно, она дороже. Вот, то есть мы начинали, по-моему, не помню сейчас точно, около 400 долларов, грубо говоря, скажем. За второго ребенка идет скидка обычно, да, когда, ну, я думаю, что ты во всех школах, там небольшая скидка дается. Ну, и, соответственно, каждый год она обычно повышается, потому что увеличивается программа, там, объем, да. И я могу сейчас очень грубо, например, сказать, это от где-то 7-8, да, вот сейчас у меня уже где-то 7-10 лет, до 10, наверное, до 7-8 тысяч долларов в год. Скажите и вопрос, и Александра, и Лена, тебе вопрос по коммуникации на русском языке. Я правильно понимаю, что в школе дети общаются исключительно на английском или тайский где-то как-то есть? У нас просто поделился сейчас, выделился, точнее, русский класс, и это как бы стоит отдельных денег, да, нас привязали к российским школам, то есть мы проходим аттестацию, но идет основные предметы для русских, да, детей, это русский язык, математика, окружающий мир, чтение. Вы довольны с качеством, вот как учат, вот, или это, понятно, что это все индивидуально, но тем не менее, уровень подготовки учителей, кто эти люди, насколько они вообще в теме, что называется? Ну, у нас за последний год сменилось, к сожалению, несколько учителей, именно по кэндриджской программе, вот, ну, еще год такой был, да, то есть у нас вообще закончилось по факту обучение, ну, вот, с начала этих всех событий с коронавирусом, и ушел тоже учитель, который, как бы, не стал продолжать онлайн, он уехал к себе, там, немного повел задания, занятия, и повыдавал задания, и потом взял учитель уже, ну, старшую, старшую дочь взял учитель шестого класса, она в пятый, да, по интернету, в year five, и, ну, просто потом онлайн обучение, то есть по онлайн я не могу сказать, что там качественно как-то было, новый опыт для всех, а у младшей тоже учительница перестала, я понимаю, работать, и у нас вообще с младшей не продолжили занятия, вот, предлагали индивидуальные занятия, ну, как бы, они идут сейчас, индивидуальные занятия от русских учителей, они взяли свои руки, и, ну, продолжают идти, даже какие-то события организовывают, то есть у нас был выпускной кафе, не на территории школы, потому что, я понимаю, что это нельзя было, хотя уже, ну, пик коронавируса здесь... Окей. Саша, вопрос, да, что... Да, могу показать обучение. Значит, обучение на английском языке у нас, причем, когда я прихожу забирать ребенка из садика, учительница со мной разговаривает на русском, а с ним на английском, то есть, ну, у них прям это очень строго. То есть, вообще, она русская, вот эта Аня, наша учительница, она русская, она единственная вот в нашей школе, единственная русская учительница. Они вообще берут носителей языка, ну, англоговорящих преподавателей. Первый год у нас была из Англии девочка прям классная, у меня ребенок начал разговаривать, он приходил домой и говорил, о май гуднес, это было так прикольно, ему было там по три года, там, два с половиной, он так, о май гуднес. Вот, потом вот следующий год, то есть, они там как делают? Когда ребенок переходит из года в год, то меняется учитель. То есть, не как вот у нас в России принято классный руководитель, он следует за классом, да, как бы ведет класс до выпуска. Здесь не так, здесь учитель меняется, ну, с каждым годом. Я, ну, к сожалению, не могу сказать за многих учителей за это, потому что у нас только один преподаватель, да, но она очень хорошая. Я знаю, что BCIS подходит основательно к поиску своих преподавателей, там, нян и так далее, и они вот, ну, там, долго не могли найти, там, преподавателя на младшие классы. То есть, они не берут там вот кого попало, непонятно как. То есть, вот у них это, ну, достаточно серьезно, но, видите, как, еще раз, я не могу за всю школу сказать, что там. Ну, понятно, твой опыт здесь в данном случае нам и нужен. Хорошо, и как раз этот вопрос от Яны поступил, а если мы говорим о, ну, школах уже, о старшей школе, может быть, о колледжах, и отдельно после этого давайте поговорим вот о курсах, которые очень часто могут быть основанием для того, чтобы человек жил на пакете. Саша, пожалуйста. Про курсы? Ну, давай начнем с курсов, да. Ну, то есть, сюда очень многие люди приезжают по туристическим визам или во все-таки, по определенному штангу, принимают решение остаться, ну, по разным причинам, какими-то своими. Чаще всего решением является как раз студенческая виза. Студенческую визу можно получить практически в любой школе, которая преподает визы. То есть, студенческая не в том смысле, что вы поступаете в высшее учебное заведение, а в том смысле, что вы являетесь учеником. Вы, ну, что-то учите, в данном случае язык. То есть, это проще всего сделать. Есть школы, которые специализируются, скажем, даже не на обучение языку, а на том, чтобы сделать визу и оформить документы на получение визы. Вот. Очень многие остаются здесь вот с такими целями. То есть, ты можешь поехать и в 60 лет, да, по сельнической визе. Ну, вот я об этом говорю. Сколько стоит обучение вот в таких школах, которые на самом деле не столько учат, сколько дают визы? Порядок хотя бы. Хороший вопрос, Низа, Лен, ты знаешь, я... Да, в среднем, ну, если взять на круг все расходы, да, потому что, помимо первого там взноса, да, сбор документов, подготовка и, собственно, за занятия, еще нужно сделать за год три продления. На круг выходит 48 тысяч бат. Давайте бат и кратилом. Для других. А, это 1 700 долларов в год где-то примерно. Да, за год со всеми расходами. И даже, ну, узнавала я для знакомых в разных школах. Вот, одинаковые цифры вышли, то есть, ну, на самом деле, одни говорят, там, стоят там 30 тысяч, да, а потом, если ты считаешь, что каждый продление, там, 5 тысяч, ну, например, да, я сейчас... Ну, да. Ну, конечно, я посчитала все вот эти, да, задавала вопросы, в итоге, на круг выходит под 50 тысяч бат, да, там, 48 тысяч бат, эта цифра, она одинаковая абсолютно. Да. Окей. Ну, и скажите что-нибудь, несколько слов, если знаете про, ну, заведение уже такого более высокого уровня, то есть, в смысле, ну, высшие учебные заведения, может быть, какие-то колледжи, что-то есть на Хукете такое? Ну, конечно, конечно, есть, конечно, есть, я многого не знаю, но я точно знаю, что касается виз, эти учебные заведения дают визы своим ученикам, и родители могут остаться по сопровождающей семейной визе, которая, как бы, ну, цепляется там, условно говоря, к визе ребенка, да, от школы, вот это точно можно сделать, да, и это основание для того, чтобы остаться. А вот конкретики, там, сколько стоит, куда пойти, честно, я не скажу. Окей, хорошо. Тогда давайте дальше смотреть, значит, мы поговорили немножечко про обучение, и следующий пункт, ну, который важно обращать внимание, история, вот, переезд по состоянию здоровья или пенсионеры. Вот, давайте несколько слов об этом. Вообще, как бы вы оценили, Саша, давай тоже с тебя начнем, уровень медицины, как часто вы с ним сталкиваетесь, и вообще-то платное, бесплатное, вот конкретно, по твоему облику. Слушай, ну, медицина, уровень, как бы, давай так, я со своими какими-то задачами, ну, не обращалась вот именно, ну, болезни или каких-то состояния здоровья, кроме беременности, я, первые роды мои были в госпитале, я очень довольна тем, ну, тем сервисом, да, в первую очередь, который происходил, ну, и вообще, как бы, как вот там все устроено, да, это был новый корпус, там было классное оборудование, это было классное, это комната, все было чисто, красиво и так далее, ну, как бы, я не буду сейчас углубляться в методы, там, как они сопровождают родоразвращение, это, наверное, не тема нашего вебинара, вот, но в целом, как бы, вот, если ты хочешь рожать в больнице, да, то это, ну, окей, хорошо они все это делают. Общение с врачами, раз, не сразу, а, Саша, общение с врачами, на каком языке это происходит, как вот, там... Значит, происходит на английском, если ты можешь говорить на английском, ты говоришь на английском, если ты не можешь, то в госпитале есть переводчик, ну, в том числе на русский язык, ну, в частности, пакет интернешнл госпиталя, я уверена, ну, он сейчас называется, кстати, Бангкок госпитал, его, видимо, выкупил Бангкок госпиталя, я не знаю, ну, такие, по большому счету, здесь два крупных, хороших, понятных госпиталя, где есть точные переводчики, которые помогут общаться, если ты вдруг не владеешь языком. Я хотела про ребенка сказать, у нас, ну, вот, из таких, каких-то прям кейсов, вот, когда мы попали, загремели в больницу, это мы с ребенком, вот, со старшим сыном, ему было год-три месяца, и мы запустили его болячку, и это все перешло в пневмонию бактериальную, и мы пришли вот с этой проблемой. То есть мы просто пришли послушать ребенка, и нам его подбел рученьки в стационар. Короче, за пять дней они его вылечили, отправили нас домой. Ну, как бы, это стоило две тысячи долларов. Это, как бы, вообще немало, насколько я понимаю. Да, ну, скажи. Но тот уровень сервиса там, и, ну, как бы, что вот они делали, да, с ребенком, ну, вот, я же вижу, да, то есть мы вообще не выходили никуда из палаты, даже аппарат УЗИ они притащили к нам, он дал огромный, может, рапа прямо в палату. Они приходили, вот там, эти, физиотерапевты, которые делали массаж, они постоянно что-то делали. То есть они каждые, там, несколько часов приходили, что-то делали утром, днем, вечером и ночью. То есть это был бесконечный какой-то тритмент, и очень круто они, ну, как на мой взгляд, очень круто. Я была просто счастлива и довольна. Окей. Он называется Бангкок Сириро и Госпиталь. Ну, Пакет Интернешнл он назывался раньше. Я предлагаю сейчас как раз в чате опубликовать контакты Александры и компании Велокарты. Если будут какие-то вопросы уже такого частного характера по медицине, вполне возможно, что они возникнут, просто проконсультироваться. Я думаю, Александра не откажет. Лена, ваш взгляд на медицину на Пхукете, уровень, цены и простота этой медицины? Ну, я вот, не знаю, к сожалению, к счастью, не решила вопросы со страховкой. То есть я и дети, мы живем без страховки, но, по сути, у нас есть страховка в школе, внутри, да, школы от происшествий. У нас есть страховка, ну, как бы у меня, ну, вообще любая, любой автомобиль, если вы берете в аренду, или вы его купили, есть страховка, которая покрывает, именно в случае каких-то происшествий, да, но когда вот какие-то такие происшествия приключаются, или там просто заболел температуру, поменялась, обращаемся за деньги. Я обращалась недавно, ну, я обращалась в государственный госпиталь, я, мне, честно говоря, он больше нравится, потому что там, ну, скажем так, не будут сильно залечивать, да, то есть они там, ты приходишь, они говорят, там, выявляют проблему, где это описывает лечение, ты уходишь, да, то есть там не будут дополнительных этих средств предлагать, там, есть госпиталь, а я пробовала обращаться в другие госпитали, с какими-то проблемами, даже небольшими, они предлагают прям вот такой вот список. Страховка есть, кстати, также важный момент, когда вы заводите тайскую парточку, да, там, счет открываете в тайском банке, там тоже, например, в одной есть покрытие, там, 5 тысяч бат, тоже от accident, если там упал, там, не знаю, коленку, кто-то поцарапал, грубо говоря, да, или там, мотобайк, или велосипед, вот, покрывая там 5 тысяч бат, вторая там, 30 тысяч бат за одно обращение. Вот. Окей, давайте... С кашлем обращался, ну, или тоже с детьми обращался, там, к каким-то пришествиям, то есть поцарапал кот, нас запугали вешенством, и нам пришлось делать уколы, 5 уколов, там, в лопатку младше делали, хотя она с этим котом обнимается, он в школе живет, обнимается, там, вот у меня есть в табице, где она, вот такая маленькая, там, ей 2 года, и кот такой же маленький, котенок, сейчас он уже большой, ну, там, такой момент был, и учителя почему-то очень сильно меня застрачали, но это где-то стоило, там, в районе 1000 бат за укол, 5 тысяч отдали, но это школа компенсировала, потому что территория школы. Ну, и там тоже. Я скажу по поводу страховки. Вообще, ну, для людей, которые, ну, сюда приезжают на время, однозначно надо страховку делать, да, вот если, там, например, на зиму, да, здесь медицина, на самом деле, ну, дорогая, ну, вот так, если по-честному. То есть приемы доктора, сдать анализы, там, ну, как бы приличные деньги можно отдать. А если ты вдруг попадаешь с какой-то операцией, пусть даже небольшой, там, не знаю, вырезать аппендицит, ну, вот я, насколько знаю, то это стоит порядка 10 тысяч долларов. Ну, вырезать аппендицит. И, как бы, ну, это деньги, которые, ну, реально придется, блин, заплатить, потому что они заберут в тебе паспорт, никуда не сможешь улететь. То есть они сделают операцию. Я смотрела, разве страховки, они, там, есть, от 10 тысяч бат, но они, там, не покрывают какие-то, да, моменты, или, там, 30-40 тысяч бат на взрослого. То есть на одном уровне, то есть я с двумя детьми около 100 тысяч бат в год. Да, ну, в принципе, раскидать на месяц не так уж, наверное, много. Окей. Давайте, типа, несколько вопросов, вот у нас они уже прозвучали, по поводу возможностей, вообще, вот поговорим о тех возможностях, которые есть у вас, чтобы легально остаться в Таиланде. Отдельно поговорим о пенсионерах, какие у них есть возможности, какие есть права. То есть что может, в основании пенсионер может находиться в Таиланде, ну, и отдельно, потом поговорим о туристах и о тех, кто вложил, ну, какие-то более-менее большие, значительные деньги в недвижимость. Саша, давай начнем с тебя, пожалуйста. Про пенсионеров, ну, я еще не доросла. Все равно, все наверняка обращаются с такими вопросами. Ну, что я знаю, с чем я сталкивалась, да, очень много владельцев недвижимости, это как раз пенсионеры, ну, по большей части европейцы, которые переехали сюда, и, вероятно, их европейская пенсия позволяет им здесь безбедно существовать, причем, ну, есть какие-то накопления, на которые они покупают здесь одну, две, три или строят виллы, в одной живут, остальные все сдают, еще при этом, как правило, тайская жена занимается уборкой и обслуживанием этих вилл, а они здесь зарабатывают деньги. Лена улыбается, потому что, наверное, тоже сталкивалась с такой моделью. Да, то есть это, ну, очень частая такая модель для европейских дедушек, ну, причем именно дедушек. Ну, по большому счету, любой человек в любой национальности, возрасте, я не помню, от скольки, от 55 или от 60 лет может приехать сюда по пенсионной, получить пенсионную визу, там необходимые условия, это какая-то сумма денег, порядка 800, по-моему, тысяч ватт на счете должна лежать, ну, на постоянной основе ты ее предъявляешься и получаешь, а? По-моему, 500 тысяч, 500, может быть, 500, я вот точно не помню. И она там, эта виза, она такая довольно комфортная, по-моему, в плане выездов каких-то, то есть эти люди, они могут там, ну, по-моему, вообще никуда не должны выезжать, они живут, ее продлевают здесь, и все хорошо. Мульти-виза, наверное, да? Ну, а мульти-штамп этот ри-энтри ты можешь поставить дополнительно в свою визу. Ну, я имею в виду этот мульти-энтри-штамп, ну, то есть возможность много раз... Да, вы просто ставите, оплатите, то есть еще бары. Да, понятно. Давайте теперь о схеме, связанной с покупкой недвижимости свыше 10 миллионов бат, вот инвесторская виза, несколько слов об этом. Что это такое, как эта схема работает? Лен, ты знаешь, как эта схема работает? Хорошо, давайте, ну, в любом случае, ваши коллеги просто написали... Ты знаешь, как... А? Нет, я делаю... Вообще, эта возможность, она существует, то есть, ну, есть такая графа, как бы, да, возможно... Ну, там, есть такое название инвестиционная виза, и есть такая возможность получить эту инвестиционную визу. И есть даже застройщики, которые обещают при покупке, например, портфеля инвестиционного от, там, этой суммы, да, 300 тысяч долларов, ну, это, в принципе, есть примерно 10 миллионов, они предлагают оформить эту инвесторскую визу. Вот это все я слышала, и, насколько я знаю, то какие-то из наших клиентов сейчас в процессе, ну, как бы, мы помогаем вот эту визу получить, но, насколько я также знаю, то пока этого успешного опыта лично в нашей компании нет. Ну, чтобы не создать наш клиент, он получил эту инвестерскую визу. Но как только это будет, то мы обязательно напишем об этом статью, скажем об этом в блоге, в Инстаграме, везде и все. Окей, хорошо. Кстати, я думаю, ссылку на твой ютубовский блог вполне можно здесь сейчас разместить, у тебя же есть блог на ютубе, где ты рассказываешь о том, что ты уже знаешь. Это хорошо. О, мой путь, да. Я скажу. Окей, хорошо. Давайте тогда перейдем от этой истории. Я думаю, что сейчас на вот те вопросы, которые в чате, ну, и коллеги ваши тоже продолжат отвечать. Так, я вот чего тогда не понимаю. Вот на каком основании вы сейчас находитесь в Таиланде? Вы находитесь, потому что у вас есть рабочая виза? Да. У меня рабочая виза и дети на студенческой визе. Давайте тогда о рабочей визе. Вот что такое рабочая виза, как она вообще получается? И, опять же, Лутина, давайте с вашего опыта начнем. Вы ведь когда приезжали, вы еще сами не знали, что вы приезжаете надолго. То есть вы приезжали как турист. Как вы дальше решили вопрос вот с рабочей визой? Ну, да, я сначала приехала по штампу 30 дней, потом думала его продлить и поехать обратно. Как только я понимаю, что я остаюсь на лету, то есть приехала в конце марта, апрель-май, соответственно, у меня 30 дневные штампы. В июне я уже включаю туристическую визу, я съездила, сделала на 3 месяца. И потом... Куда съездили? А? Ездили, куда съездили, давайте подробнее. Да, наверное, про Нонт, мне кажется, я уже как... Сейчас не помню, как это давно было. А, нет, да, я ездила делать финансы, это же в августе было. Что-то технически, смотрите. Лен, вопрос не конкретное место, куда вы ездили, а просто с точки зрения закона. Вот окей, хорошо. Вам нужно было продление, и вы поехали просто в официальный орган. На основании чего вы его продлевали? Ну, я пошла в школу, узнала, как это все проходит, договорилась об индивидуальном обучении с педагогом, и делала себе студенческую визу. То есть школа помогла в этом вопросе? Да, это в школе, Рывай, Венгерс-Сколу, Максим, многие его знают. Как вы получили первый раз рабочую визу, на каком основании, кто вам ее выдал? Ну, собственно, как только я поняла, что я остаюсь, точно застряла, у меня понадобились средства существования, потому что у детей, когда я одна переехала с ними, и начала задумываться о работе, открыла компанию, стала заниматься недвижимостью. Вот, то есть какое-то время я там изучала рынок, общалась там с людьми, кто работает в этой сфере, и, собственно, приняла решение открыть свою компанию. Вот с этого момента давайте поподробнее. Что значит приняли решение открыть свою компанию? Это, конечно, замечательно. Но должны были куда-то пойти, вы должны были предоставить некие документы. Вот что значит открыть компанию на Пхукете, раз уж мы об этом заговорили. Ну, на самом деле, это не так все сложно и страшно. То есть ты приходишь в социальную компанию, которая занимается открытием фирм, и просто получаешь информацию, это все бесплатно, консультации бесплатно. Это государственная компания или это какие-то частные структуры? Тайские компании, здесь много офисов, которые занимаются частным. Это частные, как правило. Они регистрируют, все делают для тебя, как бы там, просто получаешь информацию, потом оплачиваешь эти расходы, как они тебя подсчитывают. Александра, продолжай. Я хочу, да, немножко сказать, так вот обобщая, да, дело в чем, что, ну, здесь же ведь очень много экспатов живет, и спрос рождает предложение. То есть, скажем, это вообще не проблема здесь найти. Вот ты приехал сюда по штампу, я знаю людей, которые прилетали сюда чартером, там, с туристическим оператором, с группой, да, а потом махали ручки и оставались здесь. То есть ты остаешься здесь, а потом набираешь там в Facebook или в Google, там, Visa там или Visa Run, находишь какую-то компанию, как правило, какую-нибудь тайку, которая там за 4 тысячи бас тебя отправляет в Ранонг, ну, это город на границе с Бирмой. Ну, вот раньше делали так в Visa Run, когда я приехала, то по 30-дневному штампу можно было бесконечное количество раз оставаться, я видела паспорта, которые испещлены вот этими штампами круглыми, то есть так, ну, настолько, что люди меняли паспорта, ну, представь, сколько надо съездить, раз в этот Ранонг, да, то есть там по полтора года вот так каждый месяц ездили. То есть эта индустрия, она настолько понятная, то есть есть несколько компаний на острове, которые занимаются Visa Run, и тебе ничего не надо делать. Ты им платишь деньги, они тебя везут, как туристическая группа, вот тебя там 10 человек в мини-басе, ты садишься, они тебе говорят, вышел, там, вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал, сел, поехал обратно. Ну, то есть, как бы, тебе не надо ничего изучать, самому ничего такого. Понятно, ну, смотри, все-таки, ты же должен, я хочу, условно говоря, я хочу открыть компанию, да, для этого изначально нужно, ну, какие вопросы тебе зададут, ты же не можешь просто, вот, обы чем заниматься. Ты идешь к юристу, ты идешь к юристу и говоришь, здравствуйте, я хочу открыть компанию, я хочу заниматься тем-то и тем-то. Юрист тебе говорит, хорошо, там, за мою консультацию, за мое сопровождение, вот, сколько ты денег заплатил. Сколько ориентировочно, вот, сколько это может стоить, ну, порядок хотя бы. Слушай, ну, честно, я не знаю, вот, сколько юрист с этого получает, но я знаю, что, вот, содержание компании, сбор, нулевой, на которой ты, например, недвижимость оформляешься, ну, стоит порядка, там, тысячи, там, тысяча двести долларов в год, нулевой отчетности. Сколько из этого получает себе юрист, ну, не знаю, ну, не знаю. Не, важно, сколько ты тратишь, сколько юрист получает, это пусть и будут его проблемы. Окей, хорошо, я пришел, каким-то образом я должен все-таки объяснить, ну, хорошо, чем компания будет заниматься? Вот, ты, когда получала первую рабочую визу, ты ее получала, найдя какое-то место работы? Что, я? Да, да, или ты свою нашла, открывала компанию? Я не открывала, нет, компания всегда была оформлена на моего мужа, на Вадима, было несколько компаний, и рабочая виза всегда была у него. Ну, я не знаю, сейчас какие-то страшные вещи буду рассказывать, наверное, но несколько лет я здесь работала без визы, и, ну, я могу сказать, без рабочей, и я могу сказать, что, ну, очень много людей так делают, делают до сих пор. Сейчас, конечно, у нас в компании там все оформлены, с work permit, с разрешениями на работу, и с рабочими визами, но у меня, кстати, визы рабочей нету до сих пор, я по сопровождающей визе здесь нахожусь, но я, как бы, надо сказать, сейчас в основном на тех рейсах нахожусь, на малышами, да? Смотри, вот эта виза work permit, то есть виза рабочая, насколько сложно она дается, и нужно ли хорошо? Приходит к вам человек, и вы действительно заинтересованы в том, чтобы он у вас работал. Как быстро вы оформляете такую визу, и какие условия этой визы, на какой срок она разрешает тебе остаться, и так далее? Смотри, там есть два варианта. Виза, которую получает директор компании, она немножко отличается от визы, которая дается сотрудникам компании, и разрешение на работу. Вот, например, ну, типа, ты учредил компанию, да? Ты должен ее учредить с тайским партнером, 50 на, ой, 51 на 49, он должен владеть большей частью этой, компании. Но если ты занимаешь руководящую позицию в этой компании, то ты можешь получить визу, которая не обременяет тебя постоянно визами за пределы страны, и продление тоже. То есть ты раз в год только продлеваешь эту визу. Вот сейчас мы живем, то есть наша сопровождающая виза, она в точности повторяет визу, к которой мы прикреплены, рабочую визу моего мужа. Ну, она называется, бизнес виза, То есть раз в год мы отдаем документы нашему ювелисту, которая, ну, документы – это паспорта, значит, которая идет, подает их самостоятельно в имидрэйшн офис на Пхукете и делает визу на один месяц. В течение этого одного месяца, ну, вот она действует, мы можем поставить даже штамп там, чтобы выехать и въехать обратно, но через месяц она продлевает ее вновь уже на 11 месяцев. И вот все эти 11 месяцев мы, как бы, ну, не обязаны ничего с ней делать. Ну, у нас вот так это работает. Но эта виза, как я понимаю, ее может оформить только один человек в компании. А виза сотрудников, она немножко по-другому, то есть она там обязывает человек, по-моему, отчитываться раз в три месяца или, ну, в иммиграционном офисе, что-то такое там, ну, немножко по-другому. Но там не стоит вопрос, что дадут или не дадут рабочую визу. Ну, как бы, насколько я понимаю, то рабочую визу дают, ну, всем, кто ее пытается получить. Ну, может быть, за каким-то редким исключением, что, скорее, ну, просто исключение из края. Лен, в вашем случае, сколько заняло открытие компании? Вот вы пришли, вы получили консультацию, через сколько вам открыли компанию и что это была за компания? Чем вы решили заниматься? Вы сказали, агентство недвижимости. Ну, агентство недвижимости, да, то есть... А сколько времени прошло, а сколько времени прошло от того момента, как вы пришли, до того момента, как все, все документы были оформлены? Ну, это быстро достаточно произошло, происходит около... Сейчас вообще говорят, что неделю, по-моему, регистрируют компанию. Зачем, за неделю? Я про ваш опыт говорю. На визу занимают. Что вам нужно было предоставить? Какие документы вам нужно было предоставить для открытия, кроме паспорта? И вот у вас к тому времени какая виза была? Только туристическая или нет? У меня была студенческая на тот момент, я решила заменить на рабочую, и, ну, собственно, нужно сначала сделать лонбивизу на 3 месяца, до этого... Ну, как бы, да, два типа визы, да, одна, которая выпускается на пакете и продлевается на пакете. Я вот только сейчас сделала такую себе визу, до этого у меня была виза, выпущенная не в Таиланде, а в Пенанге, да, в Малайзии, либо в Сингапуре, ну, в общем, разная... Да, да, я там в разных местах выпускала. Смотрите, вот вы открыли компанию. В течение 3 месяца, 3 месяцев, даже там 2 недели занимает, дается work permit, когда уже есть основание нонбивизы, да, дается work permit, делается он за 2 недели, по-моему, там, около того. И дальше следующий этап, это опять выезд, да, в соседнюю страну, обычно это делается, там, в России, там, и все так. И получается, визу уже на год. Вот. Ну, выезд чисто, ну, формальный, то есть вот это тот самый... Каждые 3 месяца делать border run, да, можно делать чаще, но каждый раз, когда ты бежаешь, тебе ставят штамп на 90 дней. Через 90 дней максимум тебе нужно показаться опять это на границе, то есть, либо вылететь. Ну, вообще, мне именно вот такой способ больше нравился, потому что я вынуждена отдыхать раз в 3 месяца, и это отличная возможность посмотреть в ближайшие страны, можно просто 2 часа долететь до Бали, до Сингапура, до... до... до Малайзии, ну, вновь. Украине. Лена, скажите, пожалуйста, вот вы открыли компанию, вы в этой компании кто? Генеральный директор. Сколько у вас сотрудников, и нанимали ли вы кого-нибудь в эту компанию? Да, ну, есть менеджер, она тоже заведена в компанию, русская девушка, и есть санж-тайской сотрудникой. Ну, как бы тайские сотрудники периодически меняются. Ясно. Скажите, вы вот для этой девушки оформляете рабочую визу? Да. Вы для нее ее оформили. С помощью, опять же, вот этой компании или вы уже, или вашего адвоката, кто это физически делает? Помогает вам? Нет, это все делают те же самые юристы, которые ведут фирму, да, они вот годовой баланс сейчас закрывают, закрыли уже. То есть это не ваши штатные сотрудники, но это ребята, это не штатные сотрудники, но это ребята на аутсорсе, которые, ну, эту задачу решают. На аутсорсе, да. Это все так делается, да. То есть если мы говорим про создание компании, получение разрешения на работу или подготовка документов к рабочим визам, этим всем занимаются тайские юристы. Ну, либо не тайские, есть еще несколько компаний, которые русские. Нет, они предоставляют аудит, нам, они предоставляют тайскую сотруднику, который делает аудит. Он тоже показывает ребенка. Скажите, пожалуйста, вот, еще раз, чтобы правильно понять, этих юристов, в общем, в Таиланде, на Пхукете найти нетрудно, их много, и, в общем, они разговаривают в том числе и на английском, то есть туда с русским языком лучше не ссуваться, скорее лучше все-таки с английским. Есть русские компания. Есть русскоговорящие, есть Сергей Трещев, я, ну, прям могу прорекламировать, если кому-то интересно, он находится на Равай, у него офис, вот, на Равайской набережной, можно ножками к нему прийти и поговорить с ним об этом, он расскажет и скажет, какие-то цены назовет и так далее. Окей, вот вопрос по поводу тайского соучредителя, значит, если вы открываете контору, у него должен быть тайский совладелец, да, видите ли вы его, знаете ли вы его? Знаю. Вот, вы бы с ним познакомили, или как это произошло? У нас, ну, вот, про наш опыт расскажу, у нас же две компании, ну, сейчас уже три здесь, ну, первая самая компания, она называется BISPocket.net, она сейчас уже не существует для клиентов, но в юридическом поле Таиланда она существует, и некоторые контракты с поставщиками как раз там по этой компании проведены сейчас. В этой компании есть Таец, Кун Сам Джай, мы его знаем хорошо уже много лет, и он там действительно владеет 51% компании. При этом директором компании является, ну, иностранец, это, ну, это позволительно, это нормально. Я, честно сказать, ну, дум, не знаю, как там у нас это прописано, скорее всего, у нас нет каких-то там документов, которые бы ограничивали его каким-то образом, но, например, если мы говорим там про схему покупки земли, то, ну, там есть, например, какие-то вещи, как, там, у тебя там всегда в сейке лежит бумага, подписанная этим номиналом, которая, по которой он там отказывается от того-то, того-то, того-то в твою пользу. Вот. Скорее всего, у нас, кстати, этого, скорее всего, нет. Смотрите, ваша компания получает некую прибыль. Как, во-первых, какие налоги вы платите с этой прибыли, а, во-вторых, вот этот соучредитель, какую часть он этой прибыли получает, как это оговаривается, кто это решает? Блокий вопрос. Ну, на что можете ответить? Ответьте. Нет. Ну, как бы, я думаю, что это самоубийство. Он вообще ничего не получает от компании сейчас, но я, насколько знаю, то с ним, ну, короче, я думаю, что на самом деле кейс-бай-кейс, то есть в каждом случае какой-то индивидуальная договоренность, и, наверное, это и получает. У нас, ну, были с ним в самом начале нашего пути, были с ним какие-то договоренности, да, мы даже пытались бизнес вместе делать, ну, реально делать вместе, и он нам помогал в чем-то, и в чем-то мы ему помогали. У нас до сих пор отношения, потому что он является, ну, с этим соучредителем, но по факту сейчас там, ну, нет такого оборота, на который он бы мог претендовать или что-то такое могло бы произойти, ну, поэтому, ну, не могу сказать. Налоги, по поводу налогов, ты спросил, сейчас всеми, всеми вопросами по налогам занимается наша аудиторская тайская компания, ну, и юридическими, кстати, вопросами тоже они занимаются, то есть, ну, никто из нас не ходит в тайскую налоговую, не сдает никакие отчеты, это все делают тайские форсинговые компании. Да, мы... Наверное, так же, или ты ходишь в тайскую налоговую, мне кажется, это просто нереально ходить в тайскую налоговую. Лена, ходите в тайскую налоговую? Нет, я не хожу, тоже тайцы все делают. Существует даже миф, что якобы туда по рангам нельзя заходить, но это все неправда. Это, наверное, миф, который сделан для того, чтобы все работали, чтобы тайским аудиторам и юридическим компаниям было на что жить. Но на самом деле они адекватные, они все нормальные. Знаете, что в тайском интервентенте очень важно вот эта вот составляющая не потерять лицо, репутация, какие-то такие вещи. И вот юристы очень часто делают какие-то сделки, они номиналами ставят членов своей семьи и людей, за которых они там прям отвечают головой. То есть для них, если, не дай бог, что-то пойдет не так, то он теряет все. Их больше никогда не порекомендует и так далее. Поэтому, ну как-то вот юристам в Таиланде принято доверять. И в общем, я не слышала каких-то случаев, когда юристы кого-то бы вот там что-то... Я отразно слышала. Окей. Хорошо. Вот поступил вопрос. Сможете ответить, Александр, или кто-нибудь? Вот Наталья из Фейсбука, у нас идет сейчас параллельная трансляция в Фейсбуке. Если кто-то приезжает на зимовку, то есть на 3-4 месяца, вот, например, из России или из каких-то других стран, вот какие есть основания? То есть базовый же тебе, если я могу ошибаться, но базовая виза тебе только на 3 месяца дается, если ты из России. 2 плюс 1. Ну, то есть 2 плюс 1, ты 1 еще должен... 1, да, но можно же также влететь по штампу, то есть речь идет от 4-х месяцев. То есть 2 плюс 1 это те же самые 3 месяца, да, то есть вы влетаете. Вот российская визия вам ставят штамп 60 дней, через 60 дней являетесь в иммигрейшн здесь на Пукете и продлевается штамп еще на 30 дней. Вот, да, вот ремень. Если нужно 4 месяца, я бы советовала влететь по штампу, через 30 дней получить туристическую визу, да, на это были такие страны, тоже опять взять в Симвеку или в Малайзии на выходные, сидеть, получить туристическую визу, и она, собственно, 2 плюс 1. Вот, в сумме 4 месяца это распространенная схема. Вот, я слышала про 2 плюс 1, 2 плюс 1, да, 6 месяцев еще, ну, как бы, они там все время что-то меняется, и все сразу. Я не знаю, что бы он ее получил, вот эту вот, которая 6-месячная. Ну, то есть про трудности, вот, я просто слышал пару лет назад, что есть некие трудности, что не очень уже сейчас приветствуется этой историей, когда выехал и сразу обратно въехал. Было такое, или это... Знаешь, Филипп, это есть такая тема, а вот раньше было лучше, а вот сейчас оно как бы плохо. Вот, мне кажется, это скорее вот в эту сторону. То есть, ну, в общем, ну, как бы, в какой-то степени, конечно, уже встречается режим, если, ну, представить себе, что раньше ты мог по 30-дневному штампу сюда приехать 30 раз, да, там, то сейчас ты этого сделать не можешь, и это стоило не так уж и дорого. То, ну, да, наверное, стало немножко пожестче, но как бы если у тебя все хорошо, если ты нигде ничего не нарушаешь, если у тебя нет оверстеев, да, и если ты улыбаешься, вот у татцев есть еще такая тема, даже, ну, это, кстати, такой, ну, совет, наверное, на всякий случай, и он действительно работает, тайский чиновник, даже самый маленький тайский чиновник, он обладает властью, и он эту власть поспешит использовать на тебе в случае, если ты дашь повод. И вот, ну, по моему опыту, вот если ты будешь зайкой говорить спасибо, пожалуйста, пожалуйста, sorry, 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 please, 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 help me, I need to go, please, 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 там на этой таможне, там или где ты там проходишь эту границу, то, скорее всего, тебя пропустят. Если начнешь быковать, ну, по-русски скажу, да, говорить там, в смысле у меня не пускайте, у меня же виза стоит, то они могут, они могут пойти на то, что, ну, на принцип. Окей, хорошо, давайте вот теперь о чем поговорим, очень важный вопрос, мы что-то так сказали о работе, но, Елена, тут на самом деле, наверное, вам, к вам в первую очередь вопрос, потому что вы сами сказали, что у вас была некая, ну, финансовая задача, можно было просто зарабатывать, и компания вам нужна была, может быть, с каким угодно нулевым балансом, но просто деньги были нужны. Да. На чем вы в итоге зарабатываете сейчас, вот именно только на продаже недвижимости, или вот у вас есть вот эта замечательная компания, я просто знаю, что она есть, несколько слов можно о ней, как это, как вы к этому пришли, ну, и я не прошу назвать какие-то конкретные цифры дохода, но вот начнем. с агентства недвижимости. Ну, и про агентство, и вот про Smart Gallery Пхукет, несколько слов об этом, пожалуйста. Так, начнем с агентства, да. С агентства, да. Да, ну, просто, вот, собственно, было принято решение работать, да, и открытая компания, мы взяли, там, был партнер, мы взяли управление в несколько объектов недвижимости, был даже один резорт на Банк Тао, но вот это был, к сожалению, кризисный год, и там все пошло немножко не так, как мы планировали. На самом деле, первые два года с двумя маленькими детьми, без опыта, я прожила, конечно, в страхе, мягко говоря, без поддержки, какой-либо финансовой подушки, когда у меня была кредитная карточка, которую в HR году энное количество раз, короче, всякие ситуации бывали, да, но в итоге, как бы, с трофанным радио, рекомендациями, да, появился еще один партнер, который, который, как бы, делал веб-сайт, появилась база клиентов, ну, плюс сарафан, шел, как бы, постоянно, поэтому. А у вас изначально, реализировали. Елена, а у вас изначально, до приезда на Пхукет, было бы это работа с недвижимостью? Нет, я работала в производстве, постпродажами, продюсером, 4 года, потом родила одного ребенка, потом второго, 4 года была в декрете, приехала сюда, у меня, на самом деле, у меня был большой запас, скажем так, потому что я отдыхала за 4 года с ребятами, с детьми, и мне очень хотелось работать, я очень скучала без работы, и у меня прям действительно, ну, прям было очень много сил, и было, было очень много таких моментов. означает ли сказанное вами, что на Пхукете человек без опыта, человек, ну, просто сильно желающий работать, может взять, открыть контору и, не зная тайского языка, зная немножко английский, довольно быстро найти клиентов и заняться, по крайней мере, риэлторским бизнесом? Или все-таки ваш пример уникальный, где-то повезло, где-то это просто личные черты характера? Ну, просто на самом деле само наличие двоих детей, я себе задавала вопрос вообще, было бы у меня что-то, если у меня не было моих детей, скажем так, потому что это сильный двигатель, я хотела самостоятельности, я хотела личной жизни, я хотела, ну, какой-то, то есть я задала себе сразу уровень определенный, еще, когда у меня были деньги, там, я приехала, мне помогал в бывший супруг, потом там кризис, да, все поменялось, у меня была кредитная карточка, у меня была машина в Москве хорошая, которая продала, вот, ну, как бы, такая финансовая подушка какая-то, да, она вот первый год меня, конечно, связала, да, но реально там все это к нулю устремилось, не откладывалось ничего, на самом деле, все уходило на обучение детей на аренду своего жилья, но, как бы, жила я всегда с видом на море, это у меня, жила с улыбкой на лицо, кстати, это очень такой момент, важный, потому что в Москве мне было очень грустно, хотя у меня там огромное количество детей, я, о, детей, мне хотелось, ну, как бы, мне здесь не хватало, все, я страдала очень сильно, там, год, потом кто-то начал уже подтягиваться, приезжать, сейчас на самом деле очень многие приезжают, и я часто с ними вижусь, и я гоняю в Москву на каникулы, то есть я еду отдыхать на полтора месяца летом, обычно это июль-аврус, когда детей нету в школе, да, и отмечаю свой день рождения там, в Эгигей, и, как бы, со всеми вижусь, пересекаюсь, потом кто-то сюда приезжает, вот, ушла тема, да, ну, немножечко, давайте сделаем так, я сейчас Александру спрошу, а вы пока готовитесь отвечать про свой второй, вот этот бизнес новый, не слава о нем, Александра, вот по твоему опыту, ну, хорошо, вот люди спрашивают, например, психолог профессиональный, может ли он найти себя на Пхукете, и вообще, представители каких профессий могут здесь себя найти, я не беру, ну, тех, которые могут работать удаленно, то есть, понятно, программист приехал, очень понятная схема, все здорово, а вот дальше, кто нужен, риэлторы, туристы, да, и очень многие сейчас могут работать удаленно, как показывает жизнь, не, ну, все равно, Саша, все-таки, с чем может прийти, с каким, какой опыт? Знакомый, может быть, вот, смотри, с меня, ну, вот, я, пока вы с Леной общались по поводу, может ли человек без опыта и без английского, и без тайского здесь что-то сделать, у меня сразу нарисовалась картинка девочки по имени Лиза, которая работала у нас, ну, мы взяли ее на работу, она проработала у нас какое-то время, потом она ушла, и сейчас у нее своя компания по недвижимости тоже, ну, мы дружим с ней в хорошем очень отношении, сейчас у нее ребенок маленький тоже, так вот, когда мы взяли ее на работу, она знала по-английски, ну, не знаю, может быть, слов 10, а мы взяли ее на должность консьерж-менеджера, то есть помимо того, что консьерж-менеджер должен работать с клиентами, он еще и постоянно коммуницирует с поставщиками, ну, то есть машину взять в аренду, там, ну, нужно у Тати или у какого-то европейца, там, найти какого-то мастера, там, договориться с чем-то и так далее, я сама лично слышала, как она этими 10 словами объясняла, там, то, что ей надо, и добивалась того, что ей надо, мне просто кажется, что действительно тут дело не в опыте, и тем более не в сфере, в которой ты этот опыт получил, то есть если ты умеешь продавать, и ты классный продажник, то научиться продавать что-то другое, ты точно можешь, и даже не в языке, потому что тот же язык, если ты очень хочешь, ты точно его схватишь, научишься на нем говорить, ну, больше, мне кажется, тут как раз вопрос мотивации, да, ну, сколько тебе это надо, сколько ты этого хочешь, и если ты действительно хочешь, ну, и что-то у тебя есть в голове, ну, там, что-то, какие-то способности, то ты их правильно применишь, и, ну, и сможешь. Окей. Ну, если ты врач, вот если ты врач, ты можешь найти работу себе? Вот открыть, короче, есть список из 50 с чем-то профессий, которыми запрещено заниматься в Таиланде иностранцам. Врач туда входит. 39. 39? Спасибо. Врач входит в этот перечень, в этот перечень входят продавцы, и все-все-все, поэтому даже вордпермит, когда ты получаешь на менеджера по продажам, то ты его не можешь называть продавцом, например, вот в этом вордпермите, ты его должен назвать там типа как-то по-другому, там маркетолог или менеджмент, там менеджер, такой вот и так далее. Вот. Вообще здесь, вот, например, всегда была проблема с педиатром. Ну, люди постоянно пишут в группах, там, детских, родительских, порекомендуйте русскоязычного врача. Здесь была какая-то одна женщина, я уже не помню, как ее зовут, но ее просто на расхват раздирали, как бы она тут прям, ну, была очень востребована, и она уехала потом. И вот для меня, да, и мы тоже ее знали, мы нашим гостям, вот на виллу ее рекомендовали, она прям очень классная, она прям не могла никому отказать, ехала через весь остров там на какую-то виллу, там, чтобы ночью там что-то помочь детям, вот. Я знаю, что, например, с русскоязычным педиатром, здесь огромная проблема, но почему-то русскоязычные педиатры сюда не едут, наверное, потому что они боятся работать здесь незаконно, потому что это как раз и будет незаконная деятельность. И если вдруг что-то произойдет с ребенком, да, ну, или там, не дай бог, ну, да, ну, она просто уголовная ответственность, и это все будет очень-очень плохо. Окей. Вот. Есть, конечно, какой-то перечень профессий, которыми ты не можешь здесь заниматься, в открытую, и никак ты не получишь разрешение. Но, кстати, еще одна оговорка, вот мы, ну, когда говорили про рабочие визы, я не сказала, вот наша компания Виллокарты, она сейчас в статусе POI, есть так называемый статус Board of Investment. Это, ну, государственная программа, которая позволяет компании с иностранным капиталом здесь оформиться полностью, как иностранная компания. То есть в нашей компании нет в штате обязательных тайцев, и они не требуются. И мы можем оформлять людей в той должности, в которой они фактически работают. Это нелегко было. Мы обращались в несколько юридических компаний, которые специализируются на том, чтобы оформить вот этот статус. Нам обещали разные сроки, там, от трех месяцев до шести месяцев. В итоге мы это делали полтора года, потратили на это очень много денег, и времени, и внимания, и несколько раз встали в Пангкок. Ну, и вот, наконец-то, сейчас мы нашли компанию юридическую, которая нас грамотно в этом сопровождает, легко делает ворк-пермитры вот в этом статусе. И, ну, так тоже можно сделать. Компания Авиаселс, например, у которой есть офис на Кукете, они тоже всех своих там раньше 60, а сейчас порядка 30 человек набирали, ну, вот, не в тайскую компанию. Окей. Лен, ну, вы готовы рассказать нам, чем вы сейчас занимаетесь? Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах. Могу сказать, у меня просто, поскольку я живу у моря уже давно, и я вижу, к сожалению, вот меняется, когда погода, очень много выбрасывается пластика на пляже. Это не только в Таиланде происходит, в Кукете, это происходит по всему миру, и на Коста-Рике, и там, на лучших берегах Франции, везде. Вот, поэтому, ну, собственно, у меня вставал вопрос, да, как, что я могу для этого сделать, я вбеглась просто сообществом, там, так, ну, начала посмотреть за сообществами, которые делают что-то, да, экологичное, там, кто-то живет Zero Waste, кто-то, кто-то, там, перерабатывает пластик, кто-то там, отходы, вот, и, собственно, ну, меня зацепила система переработки пластика, ну, я и так ходила постоянно чистить пляжи периодически, да, по собственной институте, просто, там, выходя с детьми, мне скучно просто так сидеть, они там играют, я даже собираю пластик, вот, и, ну, как бы, куда-то девать, да, вопрос. В общем, в этом году, в прошлом году, точнее, я приобрела где-то в октябре месяце, точнее, я приехала в конце августа из Москвы, собственно, и в течение недели я думала, там, купить оборудование, в итоге я полетела в Малайзию, заказала, вот, сейчас у меня занимается переработкой пластика, вот, пока еще не... Вы купили какой-то, ну, там, прибор, какой-то перерабатывает... Да, это три, скажем так, прибора, да, это Шреддер, Ужектор, и все, сейчас мы уже сами производим подобное оборудование, и уже, там, ну, есть дополнительные, да, машины, и, как бы, мы, ну, какие-то новые даже изобретаем сами, я консультировалась, я общалась много, писала, где, есть даже в России человек, с которым я общался, который занимается переработкой отходов, Роман Субекин, он, что-то из Бест, вот, я с ним консультировалась, ну, там, так. То есть, мы решили, мы просто с нуля, по сути, выстроили определенный бизнес, связанный с переработкой пластика, который вы же находите на пляжах Пхукета? Ну, не только на пляжах, да, как бы, очень много людей потребляет пластика, и много знакомых, там, даже клиенты, которые у меня арендуют пилы, они сортируют, некоторые, да, сортируют, моют, привозят мне пластик в офис, да, мы его перерабатываем. Насколько, Елена, это бизнес, и насколько это просто забота об окружающей среде? Это реально бизнес? Ну, изначально я не думала ни о каком бизнесе, это был порыв, скажем так, я поехала и купила, просто, ну, я хотела, я уже давно там, наверное, была готова к этому, хотела попробовать, да, скажем так, пока не попробуешь, не поймешь, вот, и поехала, купила, стала пробовать. Сейчас вы это зарабатываете? Потом начинаю думать, как это монетизировать, потому что до этого у меня был, скажем так, я купила себе игрушку, вот, у меня появилось пространство, мне необходимо было снять офис для агентства недвижимости, потому что, ну, раньше мы пользовались, мы брали в аренду помещения, да, но у нас откуда, вот, тоже, что называется, кстати, они как бы набрают многое себе, ну, есть такие вот, да, компании, которые предлагают офис, как бы, тебе место в офисе, ну, в общем, нам пришлось с ними расстаться, и мне стал острый вопрос, там, были поставлены сроки, я должна была в сентябре снять помещение, и, как бы, я под это дело сняла помещение, удачная, как я считаю, локация, близко кольцо Челонга, у меня только вокруг две школы, вот, ну, и изначально я планировала внести идею в массу, да, то есть, кооперироваться с учителем, и ввести дело, детские воркшопы по спасению планеты, они назывались, ну, то есть, мы их ввели, сейчас, на период ковида, мы перестали, вот, воркшопы по спасению планеты, есть книжка обучающая, у нас четыре страницы раскраски детей, есть специальные, яркие очень плакаты, я очень красиво оформила, ну, то есть, я договорилась с австралийской художницей, которая рисует комиксы на экологические темы, очень классные, и украсила офис, ну, воркшоп-студию, скажем так, ее работами, и мы, шли, вот, у меня желание было, на самом деле, достучаться через детей до взрослых, вот, и мне пришлось внимание к проблеме изначально, а потом, как монетизировать сюжеты, то есть, я взяла себе игрушку, скажем так, и решила спасать планету, это, как бы, первоначально было. Лен, ну, я думаю, что на самом деле безумно, безумное количество вопросов, я думаю, что у зрителей наши тоже есть, вот к вам уже хотят присоединиться, я думаю, что уже готовы, вы уже нашли себе сторонников, но я думаю, что мы с вами просто отдельно после этого подготовим, материал сделаем по поводу того, как это все работает, потому что это безумно интересно. Есть выпуск Орел и Орешка, номер 8, вот за прошлый месяц, за май, карантин, выходим из карантина называется, и вот. Ну, на 8, за май Орел и Орешка, там можно посмотреть, ну и контакты, я думаю, что может быть связаться с коллегами из Велокарты, они даже Елена контакты дадут. Да, и Экоблог, я запускаю Экоблог сейчас, полезная информация о пластике, потому что многие не знают, как обращаться с пластиком, даже, ну, он может быть просто небезопасен, вот элементарные бутылки, да, которые там одноразовые наливаются, которые, они немножко безопасны, для здоровья. Окей, ну и на самом деле у нас осталось не так много времени, а я хотел бы последний вопрос, на самом деле очень-очень-очень важно оценить. Одно дело, ну, все-таки приехали, где-то надо жить. И вот этот вопрос давайте как раз обсудим, потому что, ну, собственно, чаще всего, когда в Таиланде рассказываем там о жилье, и покупают люди недвижимость, они чаще покупают все-таки, ну, либо с инвестиционными целями, либо иногда бывать самим. А вот все-таки жилье для себя и на постоянной основе – это история особая. Саш, давай тогда начнем просто вот как ты себе эту задачу видишь, и что мы подготовили, то есть вот какие здесь есть возможности у людей, если, ну, не так уж важно мне жить на первой линии, потому что я хочу жить там, ну, словом говоря, круглогодично, мне нужно что-то вроде приличное, то есть я не хочу жить в трущобах, но при этом, ну, мне не нужно там что-то такое вау, или наоборот нужно. Какие здесь есть моменты? Ну, во-первых, ты правильно сказал, да, и вот сейчас ты, наверное, перелеснешь на этот слайд, или кто-то там перелеснет на этот слайд, с примерным бюджетом, да, там на аренду. Сейчас давайте посмотрим, секундочку, вот у нас вот есть вот такой, а есть вот такой вот еще, да, пожалуйста. Вообще, конечно, ну, все зависит от того, ну, сколько у тебя есть денег, и к какому уровню жизни ты привык, и какой ты можешь себе позволить. И вот эти цифры, они весьма условные, ну, то есть понятно, что есть и средние какие-то между ними, а есть и люди, которые вот сегодня, перед началом вебинара, например, я там общалась с поставщиками по вилле в аренду, и у нас тут есть вилла на их арне с видом на море, шикарная девятиспальная, которая там в Новый год стоит 3 тысячи долларов в сутки, вот она на год сейчас арендована, до апреля 21-го, ну, вот какая-то семья в ней живет, да, то есть, ну, если она стоит... 40 тысяч бат, это цена в месяц? 40 тысяч бат, это цена в месяц, это стоимость жизни для семьи из трех человек, ну, там вот прям нарисовано, да, это мотобайк, это 7-11, и это какое-то скромное жилье, которое можно снять. Самое дешевое, что я здесь когда-то видела в аренду, это 5 тысяч бат в месяц, это был небольшой... Доллар, давай... Долларов, 5 тысяч бат, ну, это меньше 200 долларов, это 170 долларов. Это... То есть, на 170 долларов можно, ну, так, совсем ужавшись... Слушай, ну, можно, и можно, ну, я вот видела этот дом, и он не ужасный, он нормальный, то есть, это отдельный дом с отдельным входом. А сколько стоит аренда тогда такого объекта? Так я про аренду говорю. А, то есть, это только цена аренды, я подумал, цена вся жизнь. Нет, 170 долларов ты просто платишь за аренду? За аренду в месяц, да. А, все, тогда понятно. Окей, это цифра аренды, тогда понятно. Да, да, да. Значит, ну, то есть, вот начиная от такого, жилья, где ты можешь там остановиться, и заканчивая каким-то лакшери виллом, у нас сейчас есть, например, еще один наш клиент, с которым мы уже подружиться успели, вот он сейчас снимает, например, виллу на Бангтау, так называемая лагуна, это такой, ну, классный оазис Европы посреди Азии, скажем так. То есть, это такой прилизанный талант, с подсвеченными пальмами, там, с безопасными дорогами, где ходит шаттл, где ты можешь до моря доехать на этом шаттле, где все, вот, прошло два, ну, то есть, такое классное место. Вот он там, например, арендует виллу на год, на годовой контракт по цене четыре тысячи долларов в месяц, ну, там, где-то четыре стопеечки долларов в месяц. Ну, то есть, совершенно разные могут быть, да, запросы, и, соответственно, совершенно разные варианты предложат рынок. Те цифры, которые мы здесь пишем, это, ну, очень усердненные вещи. Мы, например, снимаем квартиру за, ну, вот, на сегодняшний день тысяча долларов в месяц она стоит. Ну, вот смотри, я как раз перелеснул специальный кадр, вот этот комплекс я сам видел, то есть, вот это как раз, насколько я понимаю, пример комплекса, который ориентирован на людей, которые хотят снимать, но им не нужна первая линия, то есть, им нужна не курортная, но, тем не менее, что-то современное, модерновое. В двух словах, можно и о таких комплексах, о том, что это такое, или многое? Про первую линию я бы вообще не говорила относительно букета, потому что это такое условное понятие. Условное. Ну, вот этот проект, он находится в нетуристическом месте, в месте, где живут экспаты, он классный в плане инфраструктуры, там можно жить, у нас там многие жили сотрудники, потому что удобно ездить до офиса, и потому что люди, когда живут здесь на постоянной основе, ну, многие, насколько я знаю, не каждый день ездят на море, и в принципе это нормально, когда ты за 15 минут доезжаешь до офиса, ну, и если еще 10 минут потратишь, то доедешь до моря. Ну, и так же там за 15 минут ты до супермаркета можешь с какого-то добраться, без проблем. Вот. Ну, вообще, что касается каких-то расстояний, например, сравнивая с Москвой, здесь вообще смех, да, ну, то есть там 15 минут доехать до офиса, это вообще не снилось никакому москучу. Вот. То есть вот эта квартира, она нормальная, в ней можно жить вполне с семьей из двух человек, ну, наверное, одного ребенка, окей, давай дальше смотреть. Давай. Что там такое? Вот. Ну, вот здесь фотография из нашего компаса, где мы живем справа, там квартира вот от 20 тысяч в месяц начинается, односпальной, и вот максимально, по-моему, 35 тысяч в месяц, 20 тысяч, это сколько? Это 700 долларов где-то. Ну, вот это... Условно там. Да, и условно до 1200, 1300 долларов можно там снять квартиру. Они там просто разные, там одна спальня, ну, с одной спальней с двумя спальнями есть. Все эти кондоминиумы, как правило, в них есть бассейн, тренажерный зал, где-то есть ресторан, где-то есть магазин, но условия, они все, ну, довольно приличные. Угу. И давай, тогда третий вариант смотреть. Третий вариант – это дом, это вилла, причем это, ну, недорогая вилла. Такую виллу можно, наверное, даже, вот, я бы даже немножко здесь с цифрами подспорила, потому что я думаю, что такую виллу где-то можно, наверное, тысяч за 40 в месяц снять, там, 45-полторы тысячи долларов, и купить ее, наверное, можно тысяч, миллионов за 10, это 300 тысяч долларов. Я знаю все эти комплексы. Ну, что скажете, на самом деле, Лен, ваш взгляд, сколько нужно, ну, человек там за 300, за 400 евро действительно может снять что-то вполне приличное, если он не хочет жить в трущобах? Ну, сколько человек, да, в семье? Ну, давайте говорим, ну, двое родителей, вот ребенок, да, то есть на троих, ну, максимум четыре. У меня есть трех человек, да, там, либо одна спальня, да, с гостиной, либо, ну, наверное, более комфортно, ну, если маленький ребенок, а если постарше, ему, наверное, нужно свое уже помещение. Вполне можно найти, да, вложиться в этот бюджет, у меня у самой, да, в средней к экспории мое жилье, ну, я его, правда, снимаю в два раза дешевле, чем оно на самом деле стоит, это же, как бы, повезло, что назвать, это исключение, не правило, все вообще документы в моем комплексе стоят, там, минимум, в два раза дороже, но я взяла заброшенную квартиру, я делала ремонт, вся мебель моя, вся техника моя, как бы, уже покупала со временем, да, ну, и что-то у меня было уже при переезде, потому что первый год я сменила жилье 20 раз, у меня маленькие детьми, это просто было, ну, как бы там приходилось, такая ситуация возникла, да, и у нас было несколько объектов недвижимости, я, собственно, там, жила, там, где была свобода, вот, но я бы вообще советовала, если мы говорим про переезд, то я бы вообще советовала, ну, начать с аренды, потому что, потому что, ну, если, если это, как бы, такой первый опыт, да, Пхукета, если ты когда-то приезжал на Пхукет, например, и один, там, один раз в две недели пожил на Короне в отеле, то, ну, ты, по сути, Пхукет не знаешь, и для того, чтобы тебе понять, вот, где твое место, да, где тебе будет, ну, классно, то, конечно, лучше снять в аренду, там, ну, на какой-то продолжительный срок, там, ну, хотя бы несколько месяцев, да, и в это время, ну, посмотреть остров, почувствовать его, понять, здесь бы больше нравится, здесь очень много просто классных мест, где можно жить, да, и как-то так вот люди делятся на северных и южных, мне кажется, ну, то есть, вот, есть Бангтау, лагуна, да, там многие, ну, предпочитают оставаться, нет, есть еще Кату район, это вот как раз тот кондоминиум, который мы здесь приводили, в пример, это вот район Кату, там тоже вот многие находятся, и южный Пхукет, это Челонг, и вот все, что с ним связано, ну, как-то вот надо понять, вот где твое, да, и для этого ты можешь попереезжать, и быстро понять, слава богу, это курортное место, и здесь найти там квартиру, или дом в аренду, достаточно просто, там, ну, опять-таки, ты делаешь какой-то запрос, там, где-то, да, не знаю, в группе в Фейсбуке, и 25 легендов по недвижимости тебе ответят что-то, ну, как бы, и помогут, да, если говорить про вилы, например, в аренду, да, то, ну, наверное, проще обращаться к каким-то агентствам, если говорить про квартиры и такие тайские дома, ну, отдельно стоящие, то можно вообще просто сесть на байк или на машину, поехать, и там, какие-то таблички телефона, прозвонить, самостоятельно снять, это идеальный вариант, самый простой, самый дешевый. Это очень сложно. А? Это очень сложный способ. Многие его используют, потом обращаются в агентство, кстати. Ну, если, смотря какое жилье, вот то жилье, которое я сказала, там, за 5 тысяч бат, то, ну, ты его не найдешь, не через какое агентство, это нереально. Который мы прожили 4 года, он очень классный, с видом на море, вообще шикарный домик, ни за что бы его не отдала, если бы не дети, которые стали подрастать, а там лестница 54 ступенек, вот такая вот, как правильно показать, то есть, ну, нереально, они выходят, ребенок выходит из дома, и ему некуда только вниз катиться. Вот, мы поэтому только сменили, но вот его можно было только найти через вот эту табличку. Ну, да, я попался. А домик просто шикарный, идеальный, он стоил нам, там, сколько, 500 долларов в месяц, вид на море просто потрясающий, ну, я вот до сих пор скучаю, понимаете. А вот если, например, про вилы говорить, то, наверное, я бы воспользовалась агентствами, потому что агентства еще и ведут потом, они помогают с хозяином взаимодействовать, коммуницировать, что-то, ну, решать какие-то вопросы. Ну, как бы, там люди разные бывают, кому-то наоборот, это сложно, да, но в целом, если ты хочешь сервис, да, то, конечно, иди к агентам. Я это так понимаю. Окей. Ну, что ж, дорогие друзья, я хочу сказать, что мы проговорили 82 минут, могли бы проговорить 180 без всяких проблем, потому что, ну, тема такая, мы сразу говорили, это наш известный в смысле экспериментальный вебинар, когда мы о недвижимости в самом конце, и тоже под очень-очень необычным углом. Но я думаю, что мы еще обязательно будем к этой теме возвращаться. Мы на значительную часть вопросов ответили, если на что-то не ответили, мы обязательно сейчас еще проанализируем, когда материал будем готовить, зададим эти вопросы нашим коллегам и из компании Виллокарты, и из агентства Иши Тим. Один момент, еще хочу одно объявление сделать, вернее, два объявления. Первое, мы несколько, сколько уже, полтора года назад, два года назад, делали с компанией Виллокарты наш видеопроект с большим количеством видео, и ссылочку, если в чате опубликуют, буду очень признателен, чтобы посмотреть. Там, и в том числе и о жизни в Таиланде, это на Пхукете, это, мне кажется, интересно. Там, с каждым днем, даже я открываю в этой истории что-то, что-то новое. Второй момент, хочу сказать, пригласить вас на наши следующие вебинары, и в следующий вторник у нас очень интересный вебинар, опять же, связанный с эмиграцией, мы будем говорить о, о возможности переезда, мы дальше Таиланда еще уйдем, мы уйдем на самый юг нашего земного шара, мы уйдем в Вануату. Между прочим, гражданство в Вануату можно получить, вы даже этого не знаете, за очень-очень-очень неплохие деньги, и, соответственно, ну, очень интересная возможность, иммиграционная, пожалуйста, регистрируйтесь, мало кто об этой возможности знает, расскажем подробно. Лен, это вы скинули свои контакты в Фейсбуке, я правильно понимаю, да? Это Инстаграм, проще всего, я как бы там вижу запросы. Запросы были? Я могу дать мне на WhatsApp, но он есть в Инстаграме, вот, или на рейкет. Давайте я еще раз посмотрю, у нас, по-моему, был один волшебный, преволшебный кадр. Вот. Да, с контактами был кадр. Вот, смотрите, у кого есть пара секунд еще, пока мы прощаемся, есть возможность переписать, но мы в чате и в рассылке, которую мы сделаем по итогам нашего вебинара, мы, безусловно, эти контакты напишем. Ну, давайте еще ответим все это на этот вопрос. Много вопросов, что сейчас делать по недвижимости Лисхолд и Фриголд? Что сейчас делать? Брать проценты, сдавать, уходить во фрихолд? Ну, такой, кратко можно на этот вопрос ответить? Нет? Что скажете, дамы? Что там за вопрос? Много вопросов, что сейчас делать по недвижимости Лисхолд и Фрихолд? Что сейчас делать? Есть брать проценты, сдавать 70 на 30 или уходить во фрихолд? Ну, это как бы смешали немножко два понятия. Лесхолд и фрихолд не имеют отношения к 30 на 70. То есть фрихолд – это полная собственность, лесхолд – это долгосрочная аренда. Ну, да. То есть неважно, в какой форме собственности, ну, как бы произошла сделка, то есть недвижимость там в лесхолде или фрихолде, это не имеет значения для получения, для сдачи ее в аренду, да? То есть, ну, вот о чем вопрос не совсем понятно. Если, как бы так вот, если коротко, если недвижимость покупается с инвестиционной целью, лучше покупать ее в лесхолд, потому что она дешевле, и, ну, при расчете дохода у вас будет выше доход, да? Ну, как бы, если вам очень-очень критичен вопрос вот этого, что частная собственность должна быть, ну, окей, там, можно покупать ее в лесхолд. Но, насколько я понимаю, это все больше и больше людей как-то спокойнее стали относиться к лесхолд. Лесхолд – это правда. Ну, в общем-то, я вот все время об этом думаю так, что, ну, как бы 30 плюс 30 плюс 30, блин, ребята, это 90 лет, ну, это 90 лет, то есть это превыходит за пределы нашей жизни и, возможно, даже, ну... К сожалению, в жизни некоторых из наших детей, не всех, но... Ну, в общем, короче, ну, мы когда говорим про покупку, ну, то все-таки как-то люди стали проще фрисхолд. А вот сколько ставится сдачей в аренду, вот 70 на 30, там было сказано, видимо, речь идет о брентал-пуле. То есть когда ты отдаваешь управляющей компанией своей недвижимости, она сдавая эту недвижимость, делит доход, то есть 70 на 30. 30 забирай себе, 70 отдает собственник, ну, владельцу этой недвижимости. Вот, ну, тут важно понять еще, по какой схеме расчет ведется, то есть 70 на 30, это делится доход или это делится, ну, как бы... Я думаю, знаете, на самом деле, действительно, вопрос такой довольно обширный. Марин, контакты Александра и контакты Елены перед вами, я думаю, что просто по завершению вы можете просто напрямую связаться с удовольствием, а не наши эксперты на ваши вопросы ответят. Итак, дорогие друзья, завершаем наш очередной вебинар. Александр Чиркин, основатель компании «Вилла Картер», водитель отдела продаж «Лайян Грин Парк» и Елена Кадратьева, владелец «Смарт Геллари Пхукет», генеральный директор агентства недвижимости «Эйша Тим». Были сегодня с нами, Филипп Березин, портал «Прианру недвижимость за рубежом» тоже был с вами. Спасибо большое за внимание и до скорой встречи на наших вебинарах, ближайший из которых будет следующий вторник. Спасибо, Арина, вам спасибо огромное, вы сегодня присоединились.